Думаю, многие из нас хотели бы иметь какую-нибудь суперспособность. Кто-то хочет летать, кто-то проходить сквозь стены, а кто-то становится невидимым. К сожалению, все эти суперспособности нереальны и существуют лишь в книгах, фильмах и комиксах про супергероев. Тем не менее, в мире существует несколько людей, которые, как считаются, обладают невымышленными и вполне настоящими суперспособностями. Примером может послужить домохозяйка Кэти из Флориды, у которой на лице растет золото вместо кожи. Как такое может быть? Давайте разберемся в этом вопросе. С вами Топ Хайп, и в этом выпуске мы расскажем вам историю Кэти и разберемся в ее деталях. И перед тем, как мы начнем, я напоминаю вам, что вы можете подписаться на канал, чтобы не пропустить новое крутое видео уже завтра. Ну а теперь погнали. Несколько лет назад парапсихолог Брэндон Брауд и ученый Пол Курц изучали феномен домохозяйки из Флориды по имени Кэти, которая, как считается, могла предсказывать будущее, писать на неизвестных ей иностранных языках, а также производить золото и драгоценные камни буквально из воздуха. Как утверждает сама Кэти, первый необычный опыт произошел с ней в 1974 году, когда она увидела, как некий мужчина прошел мимо нее в ее спальню и исчез. Через несколько дней Кэти с мужем листали семейные фотоальбомы, и на одном из снимков Кэти увидела своего покойного тестя, с которым никогда не встречалась ранее. Кэти тут же поняла, что ее тесте был тем мужчиной, который несколько дней назад прошел мимо нее и исчез в спальне. Открыв в себе экстрасенсорные способности, Кэти начала регулярно удивлять людей. Через несколько месяцев после той ситуации с тестем она работала вместе с полицейским следователем, который попросил ее помочь с расследованием ограбления. Кэти правильно определила ограбленный дом, описала комнату голубого цвета, а также точно определила шкатулку, из которой были украдены драгоценности. Вдобавок она дала точное описание трех подозреваемых, которые оказались друзьями ограбленной семьи. Но самое интересное начало происходить в 1986 году. Тогда Кэти начала буквально производить золото из воздуха. На ее лице начала расти золотая фольга, которая распространялась на ее глаза, уши, рот, иногда даже на руки и спину. По слухам, Кэти могла производить более ста листов золотой фольги в день, очевидцы утверждали, что фольга появлялась на ее теле спонтанно. Они также добавляли, что иногда золото могло распространяться на различные предметы, находящиеся вокруг Кэти, например, на фоторамке. Слухи о невероятных способностях домохозяйки из Флориды дошли до разных ученых и скептиков, которые прибыли к Кэти, чтобы задокументировать происходящее. Среди них были вышеупомянутые Брэндон Браут и Пол Куртс. Они провели тесты, по результатам которых установили, что производимая Кэти фольга на 80% состояла из меди и на 20% из цинка. Также в 90-м году ученые засняли несколько фрагментов, которые могут свидетельствовать о способностях Кэти. Так, на одном из архивных видео можно было увидеть, как из глаза Кэти выпадает бриллиант, а на другом – как она извлекает из уха золотую цепочку. Несмотря на то, что способности Кэти весьма впечатляющий, многие скептики, включая Пола Куртса, сходятся во мнении, что она является мошенницей и шарлатанкой, которая ловко использует свои таланты. В 1990 году двое коллег Куртса поставили эксперимент, по результатам которого выяснили, что Кэти могла мухлевать. Они, как и домохозяйка, смогли воссоздать золото из ниоткуда, используя декоративное сусальное золото и лак для волос, с помощью которого замаскировали и закрепили материал. Они выяснили, что если нанести этот материал на кожу и впоследствии его замаскировать, то при потении он проявится на поверхности кожи, что произведет впечатление на окружающих. Трюк с падающим из глаза бриллиантом был объяснен магам, который рассказал, что драгоценный камень можно спрятать в кольце на пальце, а затем вовремя извлечь, сделав вид, что он выпадает из глаза. Наконец, извлекаемые из ушей золотые цепочки были объяснены психическим расстройством – самоповреждением, при котором человек причиняет себе вред. Таким образом, феномен Кэти был практически полностью разоблачен. Впрочем, некоторые люди считают, что Кэти не являлась мошенницей, ссылаясь на то, что она не использовала свой талант для получения прибыли, и на то, что они сами видели с близкого расстояния, как она производит золото на лице. Так или иначе, в этой истории остается много вопросов, поскольку исследование феномена Кэти было весьма условным и поверхностным, а значит, не может считаться полностью завершенным. В любом случае, домохозяйке из Флориды удалось привлечь к себе внимание и впечатлить миллионы людей по всему миру. История Кэти весьма неоднозначная и спорная, и поэтому мы вряд ли сможем с уверенностью назвать ее человеком, обладающим суперспособностью. Тем не менее, в мире существуют другие люди с невероятными способностями и умениями, которые были документально подтверждены. Поэтому предлагаю вам отвлечься от истории Кэти и в качестве бонуса поговорить о нескольких реальных суперспособностях и невероятных особенностях, которые существуют у некоторых людей. Способность выучить все Думаю, о способности выучить все на свете мечтает каждый школьник и студент. Ведь в таком случае можно не только без труда сдавать любые экзамены, но и буквально блистать своими бесконечными знаниями. К сожалению или к счастью, такая способность имеется у очень небольшого количества людей на Земле. Эти люди страдают синдромом саванта или савантизмом. При этом редком состоянии лица с отклонениями в развитии наделяются определенными способностями в гораздо большей степени, чем любой среднестатистический человек. Некоторые люди с савантизмом могут обладать феноменальной фотографической памятью, другие моментально проводить в уме сложнейшие математические операции, третьи обладают творческими способностями, а четвертые могут запомнить более 100 тысяч знаков, идущих после запятой в числе Пи. Пожалуй, самым известным человеком с этой суперспособностью является ныне покойный американец Ким Пик, который запоминал до 98% прочитанной информации, за что получил прозвище Ким Пьютер. Он обладал феноменальной памятью и помнил наизусть содержание 12 тысяч прочитанных книг. К слову, Ким даже стал прототипом героя Дастина Хопмана в фильме «Человек-дождя». Впрочем, стоит сказать, что люди с савантизмом живут совсем не сладко. У них нередко наблюдаются отклонения в развитии, что доставляет им массу неудобств в повседневной жизни. Вдобавок, у половины таких гениев наблюдается аутизм. Тем не менее, это все равно потрясающая и просто невероятная способность, равной которой, пожалуй, нет на всем свете. Малая потребность во сне Нам всем нужно спать. В среднем нам требуется около 8 часов сна в сутки. Таким образом, около третьей жизни мы проводим во сне. Это довольно много, поэтому можно сказать, что людям с генетической мутацией гена HDEC2 повезло больше, чем другим, поскольку им хватает всего 3-4 часа сна в сутки для полноценного бодрствования. Из-за своей энергетичности люди с такой генетической мутацией могут работать больше, чем среднестатистический человек, а иногда они даже работают на двух работах. Зачастую они невероятно замотивированы, потому что у них есть целых 20 часов в сутки, когда они могут успеть сделать кучу всего полезного. Данная особенность была официально открыта в 2009 году учеными из Калифорнийского университета. Они окрестили вышеупомянутый ген – геном Тэтчер, поскольку известная женщина, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер обладала именно этой особенностью, что сделало ее одним из самых известных обладателей необычной мутации. В число людей с данной мутацией также входили Леонардо да Винчи и Томас Джефферсон. На данный момент всего 2% людей могут похвастаться такой суперспособностью организма. Суперчувствительные вкусовые рецепторы Небольшой процент людей на нашей планете обладает способностью супердегустатора. У этих людей значительно лучше развиты вкусовые рецепторы, поскольку у них имеется гораздо больше вкусовых сосочков на языке. Это позволяет им чувствовать вкус пищи и напитков в три раза сильнее других людей. С одной стороны, это очень здорово – они открывают для себя те грани вкуса, которые нам не подвластны. Вдобавок, супердегустаторы меньше подвержены сердечным заболеваниям. Наконец, они стройнее, так как обычно не любят вкус жирной или приторно-сладкой пищи. Но, с другой стороны, эти люди стараются избегать приема свежих горьких овощей, потребление которых может препятствовать развитию различных болезней. Ввиду этого, по статистике, супердегустаторы более склонны к определенным типам рака. Нечувствительность к холоду Стоит сказать, что в отличие от многих других суперспособностей, которые приобретаются после определенной травмы, мутации генов или врожденного дефекта, эту особенность можно натренировать. Это доказывает история Вима Хоффа из Нидерландов, который является самым известным человеком в мире с абсолютной нечувствительностью к холоду. На его счету более 20 мировых рекордов, включая рекорд по наибольшему пребыванию в Ледяном озере, в котором он просидел 1 час и 52 минуты. Сам голландец говорит, что он выработал такую способность на протяжении многих десятилетий, практикуя ряд дыхательных техник. Он утверждает, что благодаря этому ему удалось придумать собственную технику, которую он окрестил методом Вима Хоффа. Человек-морж считает, что его метод может предупредить такие заболевания, как рассеянный склероз, артрит, сахарный диабет, депрессия и рак. Если вас впечатлила эта история, то ни в коем случае не пытайтесь повторить достижения Вима. Это может быть смертельно опасно. Нечувствительность к боли На самом же деле это не суперспособность, а расстройство нервной системы, которое называется врожденный ангидрос. Это состояние, которое полностью препятствует восприятию физической боли. Учитывая то, что оно является врожденным, его обладатели не чувствуют никакой боли на протяжении всей жизни. На словах это, конечно, очень впечатляюще, но на деле это одна из худших особенностей, которые только можно представить. Люди с врожденным ангидрозом очень сильно рискуют даже в бытовых ситуациях. Например, они не могут почувствовать, что горячий напиток обжег им язык, или что они наступили на гвоздь. Они просто не понимают, что такое боль, поэтому не осознают, когда им больно. Хотя на самом деле, их тела страдают. В конечном итоге это может привести к тому, что человек с таким заболеванием может получить серьезную травму. Ну а в комменты напишите, какую суперспособность из этого выпуска бы хотели бы получить. А также, если вам было интересно, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на канал, врубайте колокольчик, и вы не пропустите новое интересное видео уже завтра. Спасибо за просмотр!